Пользователям сети будут предлагать лишь безопасные сайты, но с возможностью отключить фильтр. Идея фильтрации контента принадлежит Лиге безопасного интернета. Рабочая группа ЛБИ разрабатывает специальные белые списки. Глава ЛБИ Денис Давыдов в интервью газете «Известия» заявил, цитата, «Наши мониторинги указывают на сильно возросшее в последние месяцы количество психоделического контента в сети. Он создан и распространяется специально, чтобы вызвать у людей из группы риска желание уйти из жизни. По его мнению, предварительная фильтрация позволит установить защиту от такой информации». К новостям из большого мира. Тысячи владельцев айфонов шестой версии лишились своих мобильных устройств. Виной всему загадочная ошибка 53, которая появляется после того, как люди относят айфон в ремонт и заменяют кнопку Home в неофициальных сервисных центрах. Однако есть еще один нюанс. Окончательно устройство выходит из строя, когда на нем устанавливается обновление. «Такая ошибка появляется только, грубо говоря, в трех случаях. Если кнопки Home нет вообще, то есть если кнопка Home сломанная, треснутая, там утопленный у вас телефон, либо разбили, уронили, либо кнопка Home неродная, только в этих трех случаях вылазит ошибка 53. Почему такая ошибка появилась? Почему ее не было на айфоне 5s, а, допустим, она присутствует на айфоне 6, 6+, 6s, 6s+, iPad Air 2, iPad Mini 3? Потому что в них присутствует система Apple Pay. То есть это попросту защита информации пользователя. Мы защищаем данные об отпечатках пальцев с помощью системы, работающей в паре с датчиком отпечатков пальцев Touch ID. Когда iPhone ремонтируется в авторизованном сервисном центре Apple и осуществляется замена Touch ID, компания повторно спаривает датчик с системой. Это гарантирует, что устройства и функции iOS, требующие использования сенсора, остаются защищенными. Если iOS обнаруживает отсутствие спаривания, устройство в целях безопасности отключается, сообщает Apple. Первые жалобы на ошибку 53 начали поступать еще в начале 2015 года. Тогда еще не была известна причина ее возникновения. Совершенно разные телефоны, и те, которые были в ремонте, и те, что никогда не ломались, выдавали эту ошибку. Этим решили воспользоваться мошенники. Много примеров. Люди покупают телефоны на Авито уже с такими неисправились. То есть человек знал, либо человек сдал в ремонт такое устройство, ему там сказали, у тебя кнопка сломалась, то есть с этим ничего не сделать, к сожалению, давай купим ему на запчасти. Купили на запчасти, поставили модуль, если телефон был разбитый, поставили кнопку Home у другого айфона, и выставили на продажу на Авито по цене ниже, чем другие аппараты. Естественно, человек покупает, а что, кнопка не работает, сканывает, ничего страшного. Но после обновления получает ошибку, он попросту не знал, а телефон уже купил такой. Компания Apple – крупнейшая американская корпорация, производящая компьютеры, планшеты, телефоны, плееры и программное обеспечение. Количество проданных мобильных устройств по всему миру в настоящий момент превышает миллиард экземпляров. Нормальная IT-компания обновляет линейку телефонов раз, а то и два раза в год. То есть два раза в год выходят новые модели телефонов. Естественно, они мощнее, под них они делают обновления, либо новую версию операционки. А за 3-4 года твой телефон уже устареет настолько, что он не будет вытягивать всю мощь. Как бы Apple не старались адаптировать новые версии iOS к старым телефонам, все равно рано или поздно ты от него откажешься. То есть это чистый маркетинг, и они тебя вынуждают, по сути, купить новый телефон. И здесь выбор для себя. Я решил в пользу телефона на базе Android. Более того, я его решил заказать из Китая. Это не плохой Китай, это хороший Китай, фирменный, то есть заводской. На самом деле, китайских фирм очень много, но достойных телефонные и планшеты, которых можно покупать, не опасаясь за качество, их всего лишь 3-4. По техническим параметрам за 15 тысяч рублей сейчас можно купить 8-ядерный телефон производства китайского с 3 гигабайтами оперативной памяти, хорошей, приличной камерой и на базе Android. На данный момент более 180 тысяч айфонов по всему миру перестали работать из-за ошибки под номером 53. Как говорят специалисты, владельцам мертвых айфонов лучше купить новое устройство или обменять его в официальном магазине, если срок гарантии, конечно, еще не истек. Если вы разобьете телефон, разобьете кнопку Home, Touch ID и пойдете в авторизированный сервисный центр в любой, вам этот телефон ремонтировать не будут. Вас попросят доплатить данную сумму денег, в зависимости от повреждения вашего телефона, от модели вашего телефона, от объема памяти. Доплатите забрать новый телефон. Этот телефон вам чинить не будут. При этом ситуация получила продолжение. Американская юридическая компания PSVA начала собирать заявления пострадавших пользователей со всех стран мира и готовит коллективный иск против Apple по поводу незаконного навязывания своих продуктов и сервисов, сообщает The Guardian. Чтобы избежать потери данных при ошибках на iPhone, специалисты советуют сохранять важные документы, фотографии и прочие файлы на iCloud, а также не обновлять операционную систему, если ваше устройство побывало на ремонте в неофициальных сервисных центрах. Продолжение следует...